так доброй ночи доброй ночи друзья снова всем возвращаюсь я как только так сразу наконец-таки у нас перерыв между картами закончился и мы в ожидании отличнейшего контр-страйка на возможно последний возможно предпоследний карте этих квалификаций студия maincast микрофона окроха всем привет поздним 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 вечером но и у нас полным ходом же выход на базу b от команды бум и спортс которая выбирала эту карту но сопернику понятное дело по правилам был ой-ой-ой-ой на отку подан выбор стороны так ну не все так очевидно и прозрачно все нащупал нащупал жертву чела отпускать сто процентов не будет есть инфа что дамажиной 5 хп но по самому ему нужно точно попадать было в голову но с этой задачей господин его соперник не справился сеньора даже я бы сказал его соперник не знаю что происходило в паузе но isarus точно бы потребовался какой-нибудь например психолог команды navi который бы им должен истину был глаголить ну короче очень неприятная у нас сегодняшним вечером ситуация по поводу того что ну однокалиточно просто бумы вперед ногами выносят своих соперников сначала это были тиман теперь это коллектив isarus на их пике да не пошла сторона атаки а защита уже было поздно после проигранной пистолетки хотя бы что то делать но и вы видите темп с которым играют бумы подобного темпа например в первой игре у них не было то есть там атака была но на порядок более вдумчиво здесь гонцают я бы это так назвал конечно понятное дело пока что эта игра против форса но скорость действительно зашкаливает скорее всего это говорит о том что ну вот как серьезного оппонента команды isarus они действительно не рассматривают а это за сильные ребята пишут чате и с иглы то чтобы нтз даже сильные ребята просто ну помнится прошлый до минор американский просто ребята которые против бывших нтз против бумов ныне не такие сильные хотя вот isarus ну во времена еще да там люкина и мэр на это было было действительно южноамериканская машина которая многих оставила ни с чем вроде взявшиеся из ниоткуда но молодые таланты ну вот сейчас я не знаю даже даже подобия было великолепия не осталось понимаешь там нет диффуз китов поэтому здесь полный игнор диффуза никто на эту приманку не ведется был бы девайс на еще бы дважды подумали пикать сразу или нет ну а так был обречен ножи или оппоненты пикают карт выбирать сторону да да как бы кто выбирает карту тот не выбирает сторону я называю это правило своя чужая своя карта чужая страна ну и наоборот чужая карта своей страны главное не прилипнуть к этому смоку ни в коем случае флэг кстати после затратной закупочки в предыдущем раунд на который делали вот это вывалился видели вот это видео где голод прыгает с крыши вот сейчас так же было момент обреченности просто сто и ста чувак и смакаясь окна слез бомб выпадает на него сразу двое смотрят аргентинский суисайд суисайд по-аргентински ой ну я не знаю ну ладно ну ждем уже действительно событий каких-то внутриигровых потому что ну пока растерзание на растерзание то не знаю надо показывать сначала видео вот голубь прыгает с крыши а потом аргентинец прыгает из окна ой две снайперские винтовки козыри в ход кстати пошли у аргентинцев то есть они понимают что тут подгорает как бы уже подгорает уже карта собственная отдана с картами рашни все так очевидно так ну начинают с мажор ну вот этот ох ты ж как хорошо зарядил первая снайперская винтовка вырублена глубокий смачок на коннектор флешку тиммейт нальет или нет не без флешки заходим нормально это вот знаете если они проиграют 16-0 на это к но короче с разгромным счетом если из рус проиграть 16-0 коротко о том как это было и вот момент когда аргентинец такой из окна плюх да и вообще в принципе о сегодняшних соперниках вот красноречиво бы этот момент рассказывал плюх тиммана уже плюх тимманы уже готовятся к следующему минору мажору так ну не чекать машину конечно самоубийство здесь явно и не прокидывать ее но тем не менее момент рабочий 12 можно выпутаться если вот не плутать было за машинное сразу же попытаться сориентироваться в ситуации 3 1 1 девайс на раунд уже что-то уже какое-то подспорье хотя я точно также говорил и на ой карте оверпас но после этого серия страдальческих было раундов и мы видели чем первая половина в целом закончилась друзья обратите внимание то есть не максимально дефолтные модельки ну не у всех до игроков дефолтной модельки то есть некоторые новые скины разрешены все таки там вроде у контров все дефолта вот где он где он где он вот он вот он да это же не дефолтные не дефолтные вот он дефолтный зайца встретились два брата близнеца или кто настоящий но дефолтная вот не дефолтная то есть она примерно похоже кстати на мираже даже получит к более бежевая менее заметная интересный момент который можно было бы до апогея доводить пикабан скинов ну прикиньте пикают банят карты мапвета да и скин вето но это какая-то заоблачная дикость я думаю хотя перчатках тоже так говорили что их никогда не будет там подобное ну и скинов в том числе они взяли и появились ну ладно смотрим мы благо что у бумов были деньги на повторную закупку и вот кстати скорость которой они обладали сегодня против команды team one обладатели первой скорости уже пошла игра по шансов уже однажды оступившись не очень хочется делать это повторно тем более что здесь опять же последняя экономика в нем ну и сейчас увидим истинную силу возможно ох ну вот эта позиция в бой на еще и с фамасом за как по мне раскидайся выйди сейчас шансов на точке а не было но решили мудрить занятиями да тут виднее бумом проверка снайпера прошла удачно снайпер на месте чилиц линкс не повелся на эту провокацию так ну как-то по одному по одному по итогу так и время раунда закончилось и в общем не на какую точку как бы даже и не собралась команда бум что за тема с банами скинов да не нет никакой темы просто на миноре мажоре будут разрешены определенные модельки с кем по моему две вот сас который такой наверное зеленый и вот моделька который мы видели у террористов все они максимально прибыл приближены приближены к дефолт нет никакого пикабана это из моей головы дурацкой поздней ночью рождаются гениальные идеи из моей гениальной головы дурацкие идеи как уж тут хотите за счет сейва двух девайсов в принципе до закупка до зубов у буспорта по хорошему нужно вот раскидаться выйти вместе чего еще ни разу не делали смог на эдварда который мы к сожалению друзья прилипаем поэтому окончание этого выхода смотрим по радару стреляет на лавку за чек или под собой по машиной верный труп о я угадал да ну вот такой вот раунд получился но по итогу отстрелили весь этот выход никакой там бомбы не было мы отлипаем и это уже хорошо просто непонятно почему ну да ладно то есть бум мы решили выйти массово на базу b но при этом со снайперской винтовкой фактор неожиданности возможно возможно нет так у нас очередная пауза 33 классно что наконец таки счет близкий наконец таки есть хотя бы какой-то размен по раундам ну и принудительный экономический раунд для бразильцев ох ну неужели я могу говорить бразильцы потому что были бразильцы на бразильцах с бразильцами играли против бразильцев бразильцы выходили на точку бразильцы защищались а здесь есть даже и аргентинцы аж чилийц так ну интересный старый добрый раунд выпад через ковры правда как-то он был серьезно отторможен и по итогу уже особого желания нет тут на базе b вообще воюет ел отвлечение внимание которое может привести к потере опорника девайс все дамажные все дамажные кроме реверсива некоторым один шот достаточно даст для смерти но справляются в чистую и сурус никого не теряем этом раунде есть четвертый уже даже вперед выходят уже пом даже впервые до за две-то карты уже неплохо ну там просто винрейт 25 процентов и что-то мне подсказывает что так или иначе бум даже там взяв пять раундов на первой стороне в любом случае во второй вернуться даже без пистолетов у них хороший процент показатель по взятым форсам на защите после проигранной пистолетки что-то около 60 или 70 был перед сегодняшним днем поэтому ну в этом можно верить так ну и выход с девайсами до контакта пост раскидка такая максимально дефолтная приводит к тому что давай там две снайперские винтовки одну нащупали придется выходить он тут кстати смог он помогает ой ой вот это залепил ну размен опять же от хаешки не уклоняется но путь на базу бы открыт благ бомб на руках нигде не выронили а вот этого момента абсолютно линкс для себя не понимает и ну не знаю на выбивание идти будет смерти подобно во первых поздно во вторых непонятно по диапазону занимаемых позиций ну что попытается линкс деньги в принципе есть ну либо он несет подарочную снайперскую винтовку так вот мы посмотрим на эту ситуацию красивый кадр и заплыв от линкса ну садись дифузе делать нечего да да но вообще не ожидал этого момента вроде как бомба под short заметил рискнул но прогадал 4 4 так ну и карнавал пауз продолжается прям через раунд берут паузы не знаю кто на этот раз на самом-то деле но это особо особого значения конечно не имеет нужно и с русом собираться четыре отданные соперника уже много ну вот как для именно этого матча по это уже много так ну и смотрим что придумали после паузы опять же 2 в.п. деньги пока что были это хорошо но день последний без меда играют аргентинцы изначально но поздняя проверка пост смог любом случае будет ну тут до конца уже диков если выйдет а а ну пока придумывали как в общем то что делать с коннектором залетела флешка и диков легкие два фрага постелил по итогу вот на корню просто зарубили этот раунд сеньором из бум вот одного мельчайшего момента классно сработали то есть ну просто в этой комбинации кто-то должен был быть на топ миду бумов и он бы скорее всего посмотрел на окно но просто имиджевая игра до этого уисерус без заниманиями да вот привела к этому фиаско бразильскому никто не смотрел на окно потому что никогда такого не было вот и вот опять случилось так ну что шикарный клач 14 изначально ждет еще одного ждет синхронного выпада на себя но здесь немного другой план там обход в спину и пытаются напрягать тиммейты байтить пока 1962 эта спина идет но его по факту не понадобилось сами справились все нормально так ну опять же легкий ненавязчивый форсетские вот бумов но зато обратите внимание на эту скорость эту стремительность происходящего так ну тут флешка тиммейта была я так понимаю ох ну и расстрел задумали прикольно под флешку ворваться коннектор занять джангл и параллельным курсом выйти ямы ковры но реальность такова что не сейчас так ну так потихонечку помаленечку с миру по нитке но выплывают на удобоваримый для себя счет и сурс если этот еще девайс на заберу то принципе к моему предикшену примерно мы дойдем там 14 10 5 но эти расклады все равно устраивают бум в первая половина это просто как данность мы сейчас смотрим тут любой щетка то с которым она закончится будет скользким опять же попытка занятиями да но провальная проиграна дуэль против в п линкса и второй волной уже попытаются бум и зайти дефолтно главное не прилипнуть смачок на кт окей флешечка туда же показ полный показ выхода на базу а вот это интересно флешки проверками да под них под окном никого нет все нормально то есть туда же сплитом не пахнет как для себя понимают и сарус ну и полностью концентрируются базе одного заметили пошла перетяжка одного на кт оставляют короче шансики бумы могут зайти после этого фрага там неважно даже как это дуэль завершилась прочекли все смачки дефолтные лежат единственное что под кт не пикаться и было бы нормально но к сожалению никак ты из ковров по-другому ты не выйдешь бомбу до поставить поставить не дают ставить не дают да еще точно в голову стреляют с голов седьмой для исурус не так просты оказались парня ничего на самом деле сложного не делают аргентинцы они просто не дают играть мид то есть у бумов нет вариации сплита них нет в окно заходов у них нет коннектора у них нет шарта от этого фланговые атаки выглядят конечно ну такими много детскими для команды из со стрельбой там все в порядке то есть встречать уж масс выхода они точно могут это уже продемонстрировали ненавязчиво сейчас вопрос как бум и вообще будут действовать мы решили побежать на базу бен увидим встречают первым номером 1962 бомба на миду еще то есть никакого но никаким рашем здесь уже не пахнет ну через гигантскую паузу ту же самую спешку на которой могли вот точно так же напороться на старте но возможно был бы момент какой-то растерянности там какая-нибудь кривая флешка тиммейта ну что-то в этом роде ну а так вот совсем из 84 это уже действительно близко к интриге мы смотрим дальше очередной девайсный без грешки 3 калаша ворох гранат и неужели неужели вот именно сейчас под миллион флешек все-таки зайдут так ну тут первая встречающая позиция на кухне 1962 что такое подозревали молик конечно хорош немного не дать не долетает смоком закрыли ствол торчит а второго уже ждать не будет если будет дальше идти вот это вообще непонятная флешка залетела то есть зафокусить на себя пока тиммейта будут выходить из кухни не тут то было ну по итогу пятый раунд для бумов как выглядит это да захлебывается ретейк ведь отсутствие позиции на базе бен это чтобы было прочитано но третий раз на точку сходили и уже этого isarus не ожидали казалось бы аккуратный тимплей да там 1962 он смотрит из кухни если что сразу же залетает спина и ретейк есть но главное сделать хотя бы один фраг но тара тара тапа всех выпустили ничего не сделали а сори сори guys мы опять прилипли так ну тут понятно понравилось понравилось против 1962 играть даже в виде на радаре видно кто в блайнде я буду рисовать вам стрельбу о отлипли все заргут что нащупали слабое место у вот это пострелялся шартом лучше на дефолте бомбы заносил но хотя они тут непонятно как это лучше все равно равно так или иначе будет браться осталось найти или не искать реверсиво реперсив инфа дамажины кидаю вам есть контакт что надо писать в чат правильно кобе вот ну это зашкаливающее просто за уровень гениальности коварства оббежал сейчас как удивительно это будет для соперника реально удивительно реально его никто не смотрит тучу а в п которая на развалите не решила стреляться просто спрыгнул до конца идет реверсив и вот он конец ну очень хотелось на десять пять очень хотелось но теперь только на девять шесть могут рассчитывать исферус но так или иначе с победным счетом хотя бы даже минимальным для себя не первую половину будут заканчивать еще раз повторюсь ни о чем не говорящие это событие как как данность воспринимаем но уже неплохо то есть было бы намного хуже если как на первой карте а так а так никто не смотрит на господина декова ох ну вот это как для последнего раунда просто жесть все уже тут кушать снайперскую винтовку с прыжка апперкот ну и друзья будем дожидаться старт второй половины напомнить что это вторая карта выбор бум и спортс ну третье если понадобится инферно инферно будет третье если понадобится стопроцентный винрейт у исерус и по-хорошему конечно ну не в цифрах дело не в статистике дело но лучше бы до инферно бум и спортс не доводить хотя сегодня они инферно 16-1 выиграли у тимуа но тимуа за есть у кого-нибудь раскладушка на балконе стоит есть кого-нибудь балкон во первых не застекленный чтобы на нем еще раскладушка стояла старая раскладушка вот такая максимально рваная ткань на ней должна быть и она ржавая вот сегодня команда тиван играла как ржавая раскладушка исерус уже конечно пободрее смотрится не так бодро как это было в прошлом году со своими доминантными игроками которых поразбирали но как для закрытых квалификаций видите этого вполне хватает то есть их даже не приглашали они выходили из открытых плал какие фавориты push ямы через молотов всей тачки так там как бы ну фиолетово вообще вот просто фиолетово бумом так но у меня номер топ-2 появился на премию на премию дарвина на этой карте первый топ это вот с юспом из окна через смог все я не знаю как вы друзья у меня минус суши поэтому я мылеваем с найдем какой-нибудь угол обзора оп вот такой например и будем вот так вот смотреть за этим за этой паузой пока она не закончится инферно это сигнатурка высерус ну да возможно возможно но я говорю здесь вот такая ситуация что для меня до подходя к этому матчу посмотрев там все предикты примерно подумал что может быть я подумал что кто закроет оверпасс тот закроет со счетом 2-0 что происходит ждем старт нельзя второй половины в эту ночную пору можете мне что нибудь какие-нибудь вопросы позадавать сериальную тему мы прошли разобрались с тем что смотреть после этой трансляции можете что-нибудь еще узнать ну по обыкновению затягивается у нас паузы любители в южной америке взять на подольше нет я так понимаю особого какого-то регламента раунды идут и как только команды рэдди пропишут все будут готовы а так хоть хоть десять хоть пятнадцать минут интересно интересно сколько пауза будет продолжаться на самом-то деле знаю тут обсуждать нечего то есть подходя вот квалификации которые я посмотрел по факту получается от и до южноамериканскую честно вам скажу лучше бы следующий раз бы я не очень хотел смотреть то есть некоторые там специфически относятся к вообще американскому до контр-страйку там северном южном без разницы но мне вот последнее время американский северо-американский контр-страйк он заходит много появилось молодых талантов там на волне успеха тогда еще к лоднайн когда они выиграли выиграли мажор возрос интерес и появилось действительно много прикольных назовем это так команды схоронили старые добрые игроки то есть там все заманчиво ну вот бразильский контр-страйк он пока не дотягивать до этого уровня в общем объеме каких-то конкретных случаях типа фурии конечно неплохо выглядит так ну смотрим второй пистолетный раунд понеслась теперь сторона защиты с отставанием в три раунда для бум и sports посмотрим как они будут с этим отставанием и со старта ли распрощаются или нет короче ну и вот редкий редкий раунд показ о показ редкого раунда на точку а выход хороший фейк это фейк когда есть хэдшоты средний фейк это фейк когда есть только один хэдшот но выход на базу b тут пол позиции были опорников одну полу позицию сбрили второй благо сумел переместиться болтс п 2000 ждать тиммейта танцевать с бэксайдом возле лавочки но обход уже в спину есть и второго застигли врасплох короче делать пистолеткой никакого уже у бумов не будет ел пойдет до конца сэвить армор такое себе но треугольник смерт хотя вырубает первого но красиво красиво из ничего не скажешь красивая пистолетка при учете то того что 1962 ставил хэдшот если бы он при выходе на точку а погиб бы сразу то скорее всего так бы этот первый раунд второй половины бы и захлебнулся ох этот смог вы должны увидеть и опять мы к нему прилипаем да что ж такое то но прикольный прикольный кстати смог берите на вооружение за клипчик все сделайте я такой впервые вижу так ну и пока is rus там правда обход спины я надеюсь мы отлепимся от этого смока вовремя да 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 и посмотрим вот за этим парнем главное чтобы тиммейт не погиб его правду никто не пушит поэтому ну есть шанс что этот раз все таки получится спина контролится и вот это уже конечно фиаско так 11 6 практически двукратное преимущество раунд на пистолетах придется провести будет точно 12 6 если так в ожидании фуллбая уже бум и скорее всего даже мы в п увидим слушайте ну просто карнавал интересных раскидок эта команда is rus на мираже 25 процентов in red я напомню так ну и стак на убум пойдут ли в эту засаду is rus вот в чем вопрос так очень медленно и аккуратно как им кажется примериваться к центральной части карты вот сейчас будет весело дискотека на коннектор и танцуют все практически елзал последний в общем раунд уже раунд уже прошел раунд уже закончился интрига была но выход через маки с которым аргентинцы справились двенадцать шесть а впл ела появляется некий инжи конечно но посмотрим вообще во времена антизи кинджи вот на мираже мог в солянова то есть даже стоя на b опорника мог сделать ни одного фрага вернуться на и сделать там 4 5 вообще без разницы но это я имею ввиду опять же не против любой команда вот как это выглядело на момент американского минора к берлин мейджору старладер берлин мейджору так ну вот пошла активизация сил защиты сразу же минус пэлос фланговой обороны не будет как в окне то оказался уже ноктс максимально позднее занятие меда второй волной подразвалили эти два фрага с одной стороны инициатива от самих бум с другой стороны вот запрыг в окно который был небеззвучен и ожидаем но судя по тому что его смотрели там да с лавочки он был подсадить было в общем то и некому взлететь крыльев нет ну и окончательный выход уже под базу б бомбы не пахнет последний в апсах изи пизи подбирай калаши и готовься к следующему раунду да подобрали только одна имка осталась у сх зата но он был далековато комментатор вообще такой лицемер говорит что бумы замерут мапу без шансов ну во первых я такого не говорил во вторых чё оскорбляем подлец лицемер на комментаторе друзья ночные лицемеры так ну и кстати последние деньги из рус интересно у нас вот обратите внимание там ковры пропушены почему опорник остался в точке по при ну коннектор это понимая смотрит окно смотрится и подозревают вот единственное что группировки сил под этим самым окном но там близко к подвалу спасается чудом просто а в п лифты заняты по-хорошему нужно вообще уже уходить если бы от этого фрага отталкивались то может быть вернулись бы на точку а так с базы б вроде как смотрится все нормально я не знаю что у нас тут сломалось но нам надо смотреть вот за этими парнями так минус коннектор shz в позиции десантник до свидания подключается снайперская винтовка больше в принципе помочь это и некому но это кстати может стать проблемой бомба ставится в дефолт выбивание одностороннее максимально никаким шартом здесь не пахнет но а вп справляется осталось в общем найти человека в начать найти человека во псах но вот он человек человек про пуш двойное соприкосновение с этим ретейком пока там что-то выдумывали для себя бумы эту калиточку из рус прикрывают классический переболт да не я просто ну думал что реально реально бум я как бы не спустя рукава будут подходить к этой игре не вот так как они в последнем раунде в пятнадцатом на первой половине полетели удивим так удивим вот что самое неожиданное друзья есть на мираже конечно же массовый выход из ямы под смоки и флешки этого никогда никто не ожидает там просто во все оружие были готовы но ответе как оно случается то есть когда кому-то больше чего-то надо именно из рус здесь не вылететь турнира еще довести до карты инферно то бумов уже проблемки то есть минимально команда цепляется и сразу же это характеризует всецело что из себя представляет команда был я не знаю на американском миноре вот очень сложно будет кто бы из этой пары не вышел я думаю что это близко к тому будет какому нибудь последнему мест коврами чекать будем с прыжка под флешку по-прежнему кстати не выкурили подозревают здесь full засаду ну и кстати правильно делать кстати раунд такой же как вот сделали сами бум супер неожиданно на топали в коврах спрыг выход из ямы под размен по информации тиммейтера но тут даже двоих хватил даже по факту одного хватило господина с hz а ну а кстати вот раунд с последними деньгами много кстати много кстати которые не кстати для из то есть близких предыдущие они забирали вдвоем по моему оставались здесь 1500 1400 700 в общем если не берут это то дальше 8 9 и уже близенько уже очень близенько приветики я твой батя 2000 на действительно то есть даже им по 1900 в следующем даст это тоже не бай то есть помимо 9 еще и 10 скорее всего решил сделать флэка явно намекает на то что хотелось бы наверное поставить бомбу сделать кровожадный бай в следующем интересно что бомба первая пыталась протаранить базуа ну в общем особо здесь не претендует по-быстренькому по-быстренькому следующий нырнули 9 есть вот меня смущает момент отсутствия бомбы 4 800 4 маловато на самом деле делать нечего будут минимальные гранаты но зато ударные девайсы я так понимаю либо кто-то не закупится кто-то будет на дегле и с гранатами не 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 все удар на гранат действительно кот наплакал эх не знаю не знаю какой раунд можно построить вот такую раскидку под два молика флешку и смог если бы это была карта даст 2 то я бы предположил что может быть там через шорт может через шорта можно было бы зайти но здесь будет максимально сложно не знаю вот эта флешка она должна быть царь должна просто сработать на 3 секунды сразу хотя бы по двоим и тогда тогда возможно что-то из этого и вырастет ну пока бумы особых проблем не испытывают отпускают да простили бомбу потому что если сейчас еще и бомбу потеряли на миду ну было бы фу фиаско попытки отчаянных прострелов надо с айджета спасать тиммейт выдвигается на помощь и стиле лучших традиций чип и дейла помог и тиммейту и сам себе фраг заработал последний в яме инфа есть коби болтс заканчивает шедевральным броском но это вот реально трехочковый был то есть просто фраза трехочковая как-то уже подстерлась до ее значимость этой фразы уже на любую гранату комментаторы реагируют трехочковая но реально трехочковых бросков гранат очень мало в кс вот это один из них был на весиком жестко 10 13 уже комментатор лицемер по-прежнему уверен что бумы вернуться хотя он и не говорил что будет изи для них но подозреваю что все равно они эту карту сведут хотя бы к допу дошивает второго прикрытия тиммейта уход в коннектор все чисто чинно мирно благородно все отлично ну опять же вот просто просто глаки вовремя к счастью да для себя исурус уяснили что ну не надо делать форсу ну реально вообще не за опять они просто тренируются забрасывают ему туда в корзину эти хаешки в яму постоянно через головы второй коби случился из той же самой позиции болтса только ел братан и я могу вот как то так было 10 4 господи 11 13 там вот я на чат обернулся там написано 10 14 вот это спойлер вот это да на счете то 11 13 10 14 друзья в следующем раунде ставим так молик на голову я понимаю у нас залетает ну неплохая кстати раскидка принципе показ массовости выхода на точку а он создан он есть вот интересно решат ли решат ли до конца идти на базу б ну нет первую волну гранат потратили причем мы зарасходовали и времени проходит уже много троих так на точке а и сохраняют показ второй волны этот молек все хочу посмотреть головы все раскидал что было по тиммейта тиммейт пикает а как будут справляться с позиции под коврами мне вот единственное что интересно потому что с другой стороны тут набрасываются флешки сейчас будет молик будет еще одна флеша бомба выходит на бену там один опорник остался а я уже бежал халповать но и по итогу его сбривают можно сейвить самом-то деле то есть 35 здесь лица головая стенку не за стоит ли стоит ли ну как казалось стоит но правда будь на бомбе времени побольше на таймере не 40 секунд минутка то возможно это бы получилось но по-прежнему по-прежнему бумы могут бороться за чистую победу 14 11 друзья в двух шагах от карты инферно на которой стопроцентный винрейту и suros сопротивляются конечно они отчаянно заливочка вот первая половина для бомба стоила теперь тяжелейшей ситуации если я не путаю ничего в первый день мы их видели по моему там были топы но я могу путать с командой редкенец вот как-то они мне на одну лицо в этих квалификациях да и достаточно много уже матчей было поэтому так услышал shz все выкинули что было абсолютно нужное для захода вот опыта нет никто не проходит фаста никакого не будет флешка так или иначе готовилась выпадом через маки или бизонова справляется под нее повторно shz triple kill ну и на этом все ну тут главное уже бумом не лезть ну докидывается гранат до кучи правда бомб пошла и кстати времени прошло секунд 10 15 уже никто в точку не заходит пору переместиться к базе б я оставлю ты ставишь и комментатор тоже стать не я не ставлю друзья я ж лицемер так интересно как у достаточно молик вот это встретил вот это встретил два создателя вот это встретил один 12 14 опять же деньги закончились у иссерус и по тому что мы видели до этого хотел сказать я никакой закупки не будет но парни решили ну вас бонус уже в общем хотя какой вас бонусом не только до этого 14 взяли никакого вас бонусы не сейчас могут встрять серьезно дать 13 вместе с тем 14 и будет у них один байт а там молик горит хаешка летит а вик стреляет террорист стоит в общем ну подлили в общем тормозной жидкости этой атаки прям под ноги кроха включает третью чётика качели да не не будет 3 вот я в полной мере как бы даю своим словам отчет ну в чё то мне так кажется что 3 здесь не будет я вот по предыдущему баю и действием команды иссерус я могу сказать что и поплыли еще ребята к тому же смотрите фул выход на точку а сейчас еще быстрый вдали в очку к этому бай в следующем проигрывается и при счете 15 14 у них просто тупо не будет денег я сейчас не будет дом бы бомбы то он мы даже допов не увидим ну хотя видите определенный момент все равно все решает стрельба савик задавить второй заходят авик вынимает 2 в 4 15 в шаге от 15 раунда находится иссерус что вообще за провалище случился ребята бум что это было чисто до контакта зашли не почувствовали ужас я не знаю этот раунд вот он никак не мог слиться ну что это было но серьезно но понимая что там нет денег пошли все смотреть мидл поджимать оставили бдолагу авик на точке а он даже тоже не смотрел мд что с лицом фаны бумов что у вас с лицом а а что с лицом чему она кожа но реально вот как это не суразится случилось надо было на самом деле от защиты посмотреть они от атаки понятное дело что фраги это интересно но мне вот до конца не понятно что делала в п на точке а что куда смотрел с лицом что фанаты бум давайте кто фанат бумов не поставил на бум плюс в чат друзья надо молодому человеку ответить что у нас с лицом что у фанатов бум с лицом так ну кстати вот преждевременная потеря первого понимаю у нас там подсадочка в окно которую никто не смотрит и вот это может быть очень интересно не 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 отстрелялись нормально встретили подсадку бомба в яме так и замерзнет и зависнет если ковры отстреливают пошел зачем-то на инициативе забирать и он по крайней мере до конца понятна позиция на злости на злости бум мы взялись сами недовольны что проиграли этот раунд раздали друг другу киберспортивных лещей похаяли друг друга и в общем готовы выходить на допы любимые допы околесится отличное слово кстати так фанаты бумов сколько сколько в чате раз два три фаната бумов три фаната бумов но ответьте парню что у вас с лицом пожалуйста ну кстати вот не встряли в эту историю и сурс на последний раунд когда бы у них не было денег за счет того форса который они выиграли и сейчас у них ну полноценный шикарнейший как не крути бай единственное что нужно не прогадать направлением близко к тому что если будет минус минус на центре ну очень там хотела встрять приключение ел по идее по идее окстился выход на б до этого момента не получалось ну или скажем так очень сложно было неужели не повернут неужели без проверки без контроля без без всего просто пойдут на заклание на базу беда еще и при том что есть на перска винтовка зачем покупали если не юзать ребята но обход спину который ну явно тут уже читается смотрится все есть инфа на топал это фейкующий люркер и в остальном это выход на базу б откуда ни один опорник не сместился с машины отрабатывает первый болт храни закапывай допы все к этому и шло видите а лицо а не мело а не мело лицо у меня тоже не мело но знаете вот бум и любители поиграть то есть когда это было вчера или позавчера они допы по моему тоже играли сейчас я даже уточню этот момент чесли хотели то закрыли бы в основное время но случился с ними большой коллапсик так и срусбум миражи не я их значит путаю это команда редкениц была которая до поиграла на мираже на тут победы над тимуан вчера 16 9 над империал 16 9 и 16 3 на w7m крепкие уверенные это самая грозная преграда ну и проверочная работа на самом деле для бумов вот видите одна там единственная расхоложенность расхлябанность минимальная ошибка минимальный отпуск точки или попытка на инициативе прикрыть форс раунд вот к чему она приводит поэтому я думаю здесь уже так ну не хочется я больше чем уверен не хочется бумом на инферно вот вообще так ну ел елу надо помочь у ела проблема тут уже выход на головы ого с двух сторон изи фраг ковры вообще не ожидались три в три по итогу есть инфа заходы на фаербокс а еще и фраг теперь так ну и отпустить этот момент по классике жанра бомба ставится под кт максимально неприятная позиция как для бомбы остается последний чилиец линкс которого видели ножку что он ушел в яму все можно дефузе добегая до бомбы бомба в дефолте что не видел реально ел не видел все нормально чеха ешечку туда ну и все дефуз не хочу он ее в любом случае не увидит более тут еще и преграды есть хорош флик но 16 15 16 15 матч на паузе недовольный исус кстати дополнительные раунды у нас идут просто пытаюсь понять 10000 было или 16 ну 16 хотя нет часа что здесь то есть раунд выиграли там по 2 по 3000 у кого как осталось кто погиб того меньше после паузы ну смотрим раунд под номером 2 ну вот это классный мув если бы конечно кто-то охотился да ну тут ждали друг друга по факту как бы могло быть и в обратную сторону хэдшот бы мог залететь от господина реверс его но чудом спасается из этого момента долгий контроль решили сыграть и сорос пока им этого не удавалось кстати обратите внимание на расстановку никто на этот раз окно смотреть не будет то есть каждое опорное звено каждый из точек само за себя здесь глубокая комбинация на яму и там есть жертва пока кстати проблемки с базы б жертва выходит а будет ли жертва жертвой диков второго замечает знает знает о таких фишечках а тут и тиммейт с коннектора замечает соперника за фаербоксом не жилец 16 практически в кармане у и сырус гейминг по идее проблем уже дальше возникнуть не должно хотя бомбы только доходит но никак не заберешь реверс спасается так подождите тут еще и красный один вот сними на моменте постановки бомбы реверс его сейчас бы насколько все было легче 13 хп 13 процентов здоровья перекрестный огонь где тиммейт опоздал тиммейт и может прострелить а куда он смог куда ты смотришь а что тиммейт ему сказал я не понял этого момента почему надо бежать к сопернику спиной кривая инфа по идее было кривая инфа другому никак 16 друзья последний раунд первая половина первых овертаймов деньгами напряги испытывают некие ребята из бум и спорт ну и все комфортно кстати две снайперские винтовки чем по ум и срус готовы закрывать первую половину свою пользу и причем и на атаке вот этот поворот это реально неожиданно бомба помочь будет некому надо самого за себя второй хорош два в три уже но мне два синхронных фрага тут против снайперской винтовки линкса не попрешь действительно 21 по раундам и мы в ожидании второй половины первых овертайма так ну суть до дела так мы до 3 карты я так понимаю потихонечку дайте сквозь эти овертаймы это все волшебная пауза ну да ну или нет все рестарты друзья хотела сказать второй пистолетный раунд какой же пистолетный раунд до по 10 тысяч старт мани что конечно навязывает некие правила игры в овертаймах два подряд проигрывать нельзя ни в коем случае опять же заход с козырей от исурус в общем готовы готовы они забирать мираж соперника как бы там оно ни было но для них это холодная первая карта оказалась причем начиная за сторону атаки я теперь понял почему так все было в целом в целом исурус заряжены ну и понятное дело матч последний тут можно выкладываться дальше либо утомительные тренировки возвращения к будням либо поездка нами но вопрос вот насколько классный раунд покажут в атаке бум и отсутствие на миду еще ни о чем не говорит там проверили яму выход с кт и бум и заходит массово через канат короче по моему это 18 до исурус хотя в размотали вот за счет ковров вышедших все стало намного легче 2 вп главное похоронили это ну супер минус деньги прям супер минус деньги как те вот два хп которые остались у синьора с h z я его раньше просто шасс называл не знаю подставил несуществующую гласную в его ники мне так было проще в идеальном мире эту м-ку бы забрать всем перезакупаться там обратите внимание деньги последние и тогда можно было бы три подряд брать а три подряд это победа опять 2 вп в ноль закупка без гранат без вторых арморов все но тяжелые времена требуют принятия решительных мер каковыми является ну короче улын для исурус полный улын либо сейчас либо они отдают эту игру факту у них денег просто не будет вот это фраг на удачу вот это хорош подспорь для раунда так это еще подпушивающий базу б приходится смещаться второму явный значок точнее явный знак того что на b идти наверное не стоит но здесь main games начинается второй сначала перетягивается потом оттягиваться по итогу так и остается последним дыков дыкову а даже и откидаться то нечем то есть даже молика нет ничего нет затормозить эту атаку но постояв уходят бывшие антизи они же бум ныне 222 по плантам максимально опасный напряженный момент посмотрите насколько велик арсенал раскидки со стороны атаки а защите ответить будет по факту то особо и не чем ну давайте смотреть как бы вот все пошла перетяжка последняя до проверочка авик ничего не видит под коврами горит чекать надо бомбу выбивают а в п на тетрис минус попытка нейтрализовать его со стороны ковров удачно и у нас два человека которые эх которые не успели здесь зазор так хочется в него пикнуть но бомба то на дефолте контри цк т а оба с джангла и коннектор одностороннее выбивание но если ага ну подозревают что их будут смотреть флешка не работает пик против fvp минус один в один и затащил ты е-мое ел 18 17 матчпоин для бум ну как же хотели из рус и все они остаются просто ни с чем с гулькин нос у них денег в этом раунде должно случиться что-то экстраординарное как например в 30 случилось так ну там расстановка уже под базу б этот фул фул раскид потрачены на яму ожидания поджима не было ожидания поджима что-то мутил смачок типа фейкуем ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой а неужели 18 18 вторые доп ну что случается с командой бум на последнем раунде ну получен же был уже урок не такое фатальное меньшинство но тем не менее калаш сворован но недалеко унесен это тоже плюс что неужели до конца пойдут на точку а нет бомба убегает на b остается фейк на яме который раскидывает остальные стрим главы волосы назад на шифте несутся под б-плэнт аккуратно проходя позицию мета ну подозреваешь там его могли поджать поэтому так мы у нас на базе б господин 1962 второй подтягивается гранат нет только только перестрелки фамос mp9 третий из кухни молик мешает надо выпрыгивать десант есть обруливание на бэксайд первого похоронили ответка еще один остался и это последняя преграда победе по ходу на карте мираж бомба выпала спина идет заметила тут тут а в п и похоронная в п один в один знает где последний времени 7 секунд это победа поздравляем команду бум и спортс с выходом на американский минор комментатор лицемер